Всем привет! У себя в инстаграме я выкладывал пост с фотографией, где я показывал этот пакет и задал вопрос Как вы думаете, что там внутри? И конечно, были разные варианты, пакет большой, а на самом деле здесь посылочка находится вот она, вот она, вот она, вот такая вот маленькая Вот такая вот маленькая коробочка и написано, что там часы Давайте вскроем, посмотрим, что там на самом деле находится, откуда пришла посылка Здесь вот такой вот пакет, серый, очень хорошо, очень плотно запаковали Пришла посылочка DHL за примерно 3 дня, то есть с Китая до Молдовы Так что можете представить, огромное просто расстояние преодолело за всего 3 дня Здесь у нас надпись Amazfit, ну вы наверняка уже догадались Ну скорее всего в названии будет написано, что здесь у нас находится внутри Давайте посмотрим на характеристики, будет обзор полноценный этого девайса Это умные часы от Xiaomi, которые уже наверное все обозревали Все рассказали о них свое мнение, а до меня они только добрались, потому что на самом деле это все дело не дешевое Так, ну что, сделано в Китае, дата производства март 2018 года Вот обратите внимание, я не вру, то есть достаточно свежая штуковина Цвет у нас Onyx Black, то есть не оранжевый, не какой-то там супер экстравагантный Есть серийный номер, написано, что это Amazfit A1608 200 мАч батарейка, IP68 защита, то есть эта штука может погружаться под воду Поддержит Bluetooth 4.0 и выше, Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше Ну что ж, ребят, знаменитый Amazfit, будем его сейчас распаковывать, я камеру переведу на него поближе, чтобы показать вам максимально все в деталях Итак, ребят, вот наш Amazfit, это запечатанная упаковочка, поэтому до меня ее никто не вскрывал Это здорово, конечно, в GearBest любят проверять продукцию, но это не тот случай Эта штука проверенная, она не нуждается в рекламе, потому что часы на самом деле одни из самых-самых интересных Для тех, кто не хочет тратить много денег, но хочет что-то похожее на Apple Watch На самом деле это не конкурент Apple Watch, как бы там кто что ни говорил, но штука довольно интересная Вот так вот они у нас выглядят, обратите внимание, как красиво они презентованы Конечно, они похожи на Apple Watch, я бесспорно не могу это отрицать Ну что ж, давайте их достанем Кстати, ремешки, это такая штука очень интересная, они здесь съемные и, в общем-то, их можно менять Есть как оригинальные, так и неоригинальные Я бы рекомендовал, если хотите прикупить, сразу покупайте оригинал Честно скажу, я видел, что на эти часы очень много всяких обзоров, тестов Но я честно не смотрел ни одного То есть как-то начинал там несколько обзоров, но настолько неинтересная, скучная подача Всякие там распаковка-двопаковка, лучков Мне не нравятся такие видео, поэтому я их просто выключал И даже не интересовался, кто сделал интересный, хороший обзор на эти часы Поэтому это, скажем так, свежее мнение Мнение никем не замызганное, не заляпанное Лично мое Будет обзор полноценный после того, как я ими хорошенько попользуюсь И сделаю свои выводы Сейчас я что могу сказать Они очень легкие, у них очень красивый дизайн Обратите внимание, как легко снимаются ремешки То есть буквально раз, два и ремешки сняты Здесь у нас такой вот диод специальный, который замеряет пульс Есть кнопка, она не крутится, судя по всему Это просто кнопка Так, что у нас здесь? Здесь у нас защитная пленка Мы ее снимаем и под ней очень красивый экран Давайте попробуем их включить Честно говоря, даже не знаю, как они включаются Наверное, долгим удержанием Вот, они готовы к сопряжению Здесь два контакта для зарядки Давайте пока они готовы к сопряжению Я пока что посмотрю, что еще в комплектации у нас здесь есть Коробка очень симпатичная Все накидано То есть, ну, могли бы чуточку более интересно упаковать Но в любом случае, это все равно лучше, чем у тех же no-name всяких брендов Здесь интересная док-станция с прорезиненными ножками Два контакта подпружиненных И USB на конце Для зарядки, в принципе, можно использовать, насколько я понимаю, любое устройство Это и зарядник вашего смартфона, планшета, ноутбук USB-порт от десктопного компьютера Здесь у нас инструкция Она полностью на китайском Кому интересно, можете отсканировать этот QR-код Дублируются некоторые характеристики Но, помимо всего прочего, здесь у нас рассказывается рабочая температура От 0 до 40 градусов Цельсия То есть, на солнце их оставлять ни в коем случае нельзя Возможно, поплывет дисплей При зарядке потребуется 5 вольт 0,3 ампера Получается, что от любого зарядника, от любого пауэрбанка их можно заряжать Мне что нравится, это большая емкая батарейка 200 мАч Мне хотелось бы действительно протестировать, сколько они продержатся Я так подозреваю, их можно подключить либо к MS Fit У меня было это приложение, я его удалил Потому что продал тот MS Fit, который у меня был браслет на обзоре Так, Bluetooth у меня включен Давайте попробуем добавить новое устройство Профиль Добавить устройство Часы После создания пары будут собраны следующие данные Активность, сон пульс Принять Отключите браслет перед тем, как привязать часы То есть, я не могу пользоваться и браслетом, и часами Это плохо Если что, с браслетом походит моя супруга Все, браслет отключен Давайте попробуем подключить часы Принять Так, и у нас здесь есть несколько вариантов Самые новые MS Fit Stratos Очень дорогие часы Там около 200 долларов они стоят Это у нас самый всем знакомый тоже MS Fit Pace Но у нас MS Fit Bip В общем-то еще есть Stratos Plus Это вообще монстрообразные часы Там GPS Всякие куча функций в них Подключаем MS Fit Bip Смотрим, что они нам будут говорить сразу Я думаю, это будет интересно Поднесите часы ближе к телефону Поднес Вот, смотрите Подтвердите подключение к Mi Watch Нажимаем Экранчик у нас сенсорный Да, экранчик сенсорный И это круто Причем он не просто сенсорный Он реально понимает, где какая область Там была кнопка Отменить И подтвердить Это здорово Устройство подключено Отлично Обновление Сейчас Смотрите Красивая какая анимация Сейчас часики обновятся Я думаю, что это произойдет очень быстро Идет скачивание Прошивки Очень плотно они садятся То есть, в принципе, с этой док-станции Они не слетят Но было бы круто, если бы они сделали их магнитными Ну, понятное дело Это удорожание конструкции И Xiaomi не хотели, чтобы эти часы были ненародными Сразу скажу, что я для себя закажу Еще дополнительно различные ремешки Поэтому, кому интересно Какие они по качеству Какие они бывают То подписывайтесь на канал Постараюсь сделать сравнение Оригинальных и неоригинальных Для того, чтобы вы понимали Стоит ли платить за неоригинальные Выкидывать, может быть, деньги Зря Может быть, не зря Итак, анимация сказала нам Что обновление прошло успешно И сейчас идет подключение Оставлю их на максимальную зарядку Для того, чтобы протестировать их В режиме Ну, в таком максимальном Потому что я буду активировать И будильник на них И все-все-все уведомления И все остальное И вот пошел процесс обновления Обратите внимание Идет тоже красивая анимация То есть сначала Прошивка была загружена в устройство И теперь идет процесс обновления И пока процесс обновления идет Я хотел бы их примерить Для того, чтобы сразу сказать вам свои ощущения Ну, ощущение от ремешка Он очень приятный Я мог бы сказать Что это один из самых приятных ремешков Которые у меня были За все время Пока я тестировал Такие носимые устройства Здесь у нас используется пластик Я так подозреваю Что эти застежки Бывают и металлические Нужно просто поискать Здесь у нас силиконовый упор Для того, чтобы Лишнюю часть ремешка Спрятать Здесь есть какая-то Точечка Я не знаю Наверное, это для Перезагрузки Может быть, это микрофон Кто знает Напишите в комментариях Я просто об этих часах Еще ничегошеньки не знаю Обалденно Уже очень приятные впечатления Ремешок настолько мягкий Он мягче и круче Чем оригинальный ремешок От Mi Band 2 Вот так вот они выглядят на руке Обратите внимание Очень красиво Очень стильно В принципе, каждый по-разному носит Например, я люблю носить Вот так И еще люблю носить Вот так То есть, чуть-чуть до запястья Примерно вот так И так, и так Оно смотрится очень круто Очень стильно Единственное, что в таком положении Нужно немножко его расслабить Обратите внимание У меня рука не самая маленькая И, в общем-то, запаса здесь хватает Здесь еще раз Два, три, четыре, пять, шесть делений То есть, можно даже на самую пухлую ручку Натянуть этот ремешок Обновление GPS Обратите внимание Что здесь у нас Должен быть модуль GPS Или я в чем-то ошибаюсь Вот, посмотрите Обновление GPS И также дублируется все это на телефоне То есть, впервые вижу Чтобы такой подробный Был отчет о том Что конкретно обновляется Вот, теперь они выглядят Очень стильно Они не жмут Обратите внимание И удобно сидят на руке Приятный экран Есть даже легкая леофобка По поводу того Остаются ли здесь у нас Жирные следы Ну, вот, давайте посмотрим В принципе, я ничего не вижу Экран, как вы можете заметить Не самый дорогой Ну, и понятно Ведь все эти часы Тоже не самые-самые крутые Подсветочка у нас Немножко фиолетовым отдает Посмотрим, насколько они хороши При ярком свете Пока что крайне приятные впечатления Ну что ж, часики заряжаются Немножко я их пощупал Помацал Посмотрел Очень прикольные часы Подсоединил их к приложению Все заработало Все законнектилось Они обновились В общем, пока что Только положительные впечатления Полазил Посмотрел, как работает менюшка Еще толком не разобрался Но уже приятно И довольно функционально Не знаю насчет русского языка Есть ли он там или нет Ну, пока что Жду, пока они полностью зарядятся И буду использовать Приятные впечатления Крайне В общем, MS Fit Обычно всегда делает годноту И в этот раз Они тоже меня не разочаровали В общем, смотрим Что у нас в приложении MS Fit Bip В общем-то Заряжается Написано Показано Что у нас будет Разблокировка Либо не разблокировка Экрана устройства Входящий вызов Через сколько Будет напоминать На браслете То есть Все уведомления Можно такие же, как и В Mi Band Настроить Я думаю, что даже больше Должно быть всяких Функций и настроек Давайте посмотрим Приложения Да, как видите Приложений достаточно много Можно использовать Которые будут Уведомления присылать То есть управление Приложениями И здесь их будет Просто тьма И все это дело Можно активировать Либо деактивировать Ну, в общем-то Вот такие вот у нас Здесь есть настройки Настройки погоды То есть Можно выбрать место Где вы сейчас находитесь Я думаю, что этот девайс Мне крайне понравится Ждем обзор Подписываемся на канал Если еще не подписаны И всем до новых встреч Увидимся в следующих видео Ссылка на этот девайс В описании Была на GearBest Самая низкая цена Плюс Поинты Использовал Обязательно Делайте обзоры Фоткайте все товары Которые покупаете на GearBest Чтобы были поинты И покупать со скидкой А также заходите В группу ВКонтакте Ко мне Там я выкладываю Когда есть распродажи В GearBest И в других магазинах Все Всем хорошего настроения И пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok